Фрагменты алюминиевых листов находятся, как же и детали из перного металла. Вот это звено от авиационной пушки ВИА-23. А разлёт обычно большой бывает? Всё зависит от условий, как вообще, с какой стороны. Здесь же склон, возможно, что точка одна, а уже за счёт того, что уходит вниз, мог образоваться большой разлёт. То есть трудно сказать сейчас. Вот какой-то, видимо, лючок или что-то такое. Что-то закрывали. Наверное, да. Так, надо отнести пока это туда. Это боковина, гермокабина. Боковина. Кабина, лично за счёт. Мне так кажется. Я что-то посмотрел, за счёт. Это приёмник. Это приёмник. От ШКАСа, по-моему. Я нашёл. Сейчас тебе покажу. Ну, я точно не знаю, но очень похоже приёмник. ШКАС будет. Как вариант. Ну, гильзы ВИА. Вот я там тоже. Разорванные от взрыва, видимо, поскольку они все здесь, да. Они все где-то не же. Капсуле целые, да. А вот это вот у нас звено от авиационной пушки ВИА-23. Вот такие использовались именно на самолёте Ил-2. То есть, это не может быть что-то от пехоты. Данная деталь именно самолёта. То есть, доказательство того, что здесь вокруг подобных звеньев также найдены и другие осколки алюминия, обшивки. Вот, и доказательство косвенные того, что, предположительно, на этом склоне потерпел крушение самолёт советский. Вот так же алюминиевая деталь. Обшивка. Пока неизвестного происхождения. Ну, предположительно, возможно, что-то от кабины пилота. Поскольку мы видим здесь складывающиеся элементы. Сохранилась краска даже зелёная. Вот, посмотрите. Вот, пожалуйста, зелёная краска. Вторая рамка. С герметикой. Вот бронеспинка. Скорее всего, да. Ну, похоже на. Так, это вот, видимо, крышка. Вот здесь такая же погнутая. Вторая. Может, отбой комплекта. Точно не могу сказать. Вот эти вот рядом. Одинаковый. Активнее, ребят, пообщай. Что это Шкасс? Громче, да? Так, а это, видимо, от Шкасса, да? Ну, как вариант. Может, магазин? Вероятно, магазин. Пока точно нельзя сказать. Но по размерам подходит. Хомут. И что-то. Это дюраль. Силовой дюраль. А таких много уголков. Тоже в краске, да, тут? Защитного цвета. Ну, понятно. Давай, сюда, сюда, сюда. Вот так, обойди. Ты хорошо шел. Нам это нужно. Ага, давай. Так, что это? Это чутку. Осколок от брони тоже или... Это, по-моему, что это снаряд. Толстно, может, снаряд. Теребят, скорее всего, осколок снаряда. Это вот, это вот соотносится у нас вот с этой штукой. Так, ну, алюминий, краска опять. Алюминий, низ, голубая краска. То есть, нижняя поверхность самолета. Как вариант, да. А если она такая голубая, то это тоже. Кусок оплавленного алюминия. Ну, просто так в лесу найти такой предмет. Это явно показывает на то, что температура была очень высокой. И вероятность того, что самолет горел, и при этом вызывая плавление металла, она очень высокая такая вероятность. То есть, это также является признаком того, что здесь было крушение самолета. Ага. Теперь гильзу. Еще, что там еще? Вот гильзу можно вот. Ага, тоже. Что это предположительно? Гильза от авиационной пушки ВА-23. Деформированные. Скорее всего, произошла детонация порохового заряда, в результате чего, значит, боеприпас разрушился, приобрел вот такую форму. Вот. Такие боеприпасы были именно на авиационной пушке ВА-23. Угу. 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 Угу.